Качественно выполнить работу и сделать данный отрезок пути безопасным для автомобилистов и пешеходов. Такая задача стоит перед подрядчиком, который сейчас ремонтирует 3 километра дороги Ростов-Иваново-Нижний Новгород в селе Новаталице. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Движения на данном участке интенсивные. Пешеходов не единожды сбивали прямо на зебре. Сделать более безопасным движение на данном участке, в частности для пешеходов. То есть эти пешеходные переходы с островками безопасности будут освещены, то есть будет подведено отдельное освещение. То есть в вечернее, в ночное время суток будет светло, то есть водители смогут видеть пешеходов. Будут к этим островкам безопасности устроены лежачие полицейские, так называемые индивидуальные искусственные нейроны, ДН. Чтобы водители притормаживали перед ним, то также будет у нас специальная разметка, чтобы водители видели, то есть для обеспечения безопасности пешеходов. Также на данном участке дороги мы будем менять 9 остановочных павильонов. Будут заново установлены павильоны, так называемый городской стандарт. Симпатичный, красиво все получится. Запланировано и обустройство тротуаров, но пока все силы брошены на проезжую часть. Сделали фрезерование, уложен выравнивающий слой асфальта. Здесь используют ЧМА-16. Специалисты рассказали, что данный тип дорожной одежды имеет повышенное сцепление колес с дорогой, в том числе и в сырую погоду. Повышенная пористость материала позволяет гасить звуковые колебания. Данный участок дороги у нас очень имеет интенсивное движение. Самая главная тут проблема как раз была именно колеи образования. Нам надо ее устранить и не допустить в будущем, чтобы деньги были потеряны не зря. И то есть в данный момент была произведена как раз именно геодезическая съемка, то есть определение именно профиля проезжей части, ее выправления и не допущение уложения асфальтобетона, щебеночно-мастичного и не допущение в будущем такого дефекта покрытия. Щебеночно-мастичный асфальтобетон сейчас широко используют по всей стране. Это дорожная испытательная лаборатория при Тейковском асфальтобетонном заводе. На столе вырубки уже выполненной дороги Тейково-Гаврилов-Пасад. Данный перм был выбран на дороге Тейково-Гаврилов-Пасад. Это щебеночно-мастичный асфальтобетон, произведенный на нашем заводе. То есть он состоит из щебня разных фракций минерального порошка, битума и специальной цивилизованной добавки, которая получается как бит из скелета. Она расчисляется, битум связывает ее, и чтобы не было пор, ничего такого, он получается очень крепкий, она держит его. Лаборатория существует ровно столько же, сколько и завод. Добросовестному подрядчику важно, чтобы за свою работу не пришлось краснеть, ведь дороги у всех на виду, и о грехе не скрыть. Оборудование обновили в этом году, чтобы работать по новым стандартам и иметь возможность участвовать в нацпроекте. Контроль качества осуществляется на всех этапах, от подбора смеси до вырубки образца с готового полотна. Собственно говоря, мы как подрядчики, это наша обязанность проверить свою же работу. И плюсом к тому, уже, так сказать, обязанность заказчика принять эту качественную работу, проверить нашу работу. Естественно, приезжает лаборатория, которая работает в интересах заказчика, и это и нас, собственно говоря, как-то стимулирует качество выполнения работы. Ну и процесс это бесконечный, мы учимся даже чему-то у коллег, у старших товарищей. Этот агрегат по своей сути мини-каток. Его задача определить, сколько нужно укатывать конкретную смесь. В данном испытании мы имитируем каток, как оно будет происходить на дороге. И после этого мы узнаем, какая с нее будет колея и уплотнение. Это происходит процесс суховки, чтобы убрать все лишние поры из асфальтных цветов. Все, смесь приготовлена. А на выходе вот такие вот пирожки, из которых потом складываются километры пути. Домой, на работу, в гости или за покупками. Объект Тейково-Гаврилов-Пасад один из самых крупных. 13 километров. Сейчас в стадии приемки. Что касаемо участка в Новоталицах, его обещают завершить к началу августа. Профильный департамент планирует найти дополнительные средства и довести ремонт до Михалева. Участие региона в проекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги» – это возможность привести в порядок беспрецедентное количество магистралей. Дорожники надеются, что амбициозные планы поддержит и Небесная канцелярия. И на смену непогожему июлю придет солнечный август. На сегодняшний день выполнено 92 километра дорог из 120 запланированных региональных ремонтов. Также у нас запланировано 20 километров ремонта – это уличная дорожная сеть в городе Иваново. И порядка 50 километров у нас запланировано ремонта по муниципальным образованиям. Сейчас департамент разместил конкурсную документацию на ремонт дороги Ростов-Иваново-Нижний Новгород от Палиха до границы с Нижним Новгородом. Это еще 52 километра. Самый крупный отрезок – Кинишма-Юрьевец-Пуча-Шкурих. 56 километров. Работы там сейчас ведутся. Заказчик департамент дорожного хозяйства подчеркивает, что некачественные ремонты оплачены не будут. За этим лично следит и сам Станислав Воскресенский. Огромные деньги, благодаря решениям президента, выделяются на дороге. К нему надо относиться рачительно. Не надо им радоваться. Радоваться надо, когда будет построена качественная дорога, которая всех устраивает. Я вчера был в Южском районе, в Юже, в Холуе. Дорога меня не устроила. Понятно, это региональные дороги. Будут переделывать подрядчики. Но я к главному обращаюсь. Вы должны об этом беспокоиться. Елена Белова, Антон Осипов, РТВ Иваново. Редактор субтитров А.Семкин.